Лишь Украина должна решать, каким должен быть мир. Так в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние заявления Китая и Бразилии о так называемых альтернативных мирных планах. Киев не подтвердил и свое участие в переговорах о проведении саммита при участии российской стороны, о чем ранее заявляли в Пекине. Тем временем в Министерстве иностранных дел Китая утверждают, что так называемый мирный план для Украины, авторство Пекина, поддержали более 20 стран, сообщает информационное агентство Bloomberg. Как отмечают аналитики агентства, альтернатива Китая не содержит основное требование Украины, а именно вывод российских войск со всей территории Украины, включая оккупированную территорию, которая была оккупирована в 2014 году. Детали в сюжете Лариса Зубенко. Китай и Россия пытаются подорвать авторитет предстоящего саммита мира, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Пекин, по его словам, убеждает другие страны не садиться за стол переговоров в Швейцарии и рассылает письма с заявлениями о том, что заседание якобы не имеет ценности. «Подрывные действия носят системный беспрецедентно масштабный характер, что еще раз подтверждает, что мы все делаем правильно, идем по правильному пути и вместе с нашими партнерами мы создадим прецедент, когда мирный саммит будет созван не на условиях нападающей страны или на условиях страны-посредника, а на условиях устава ООН». О подрыве Китаем усилий по установлению мира в Украине заявил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобные действия Пекина могут говорить только об одном – скрытой поддержке Китаем – войны России против Украины. «Можно отказаться от участия в мирном саммите. Это значит, что вы не видите мира в таком формате. Вы можете решать не помогать Украине, всем мирным жителям или кому-либо еще, чтобы положить конец войне. Но мне кажется, что срывать саммит, делать шаги по ослаблению представительства лидеров и стран, делать все, чтобы лидеры не приехали на мирный саммит, оказывать давление на них – это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это, по сути, поддержка войны». Тем временем официальный Пекин продолжает настаивать на том, что формат саммита мира в Швейцарии не отвечает интересам Китая. Пекин настойчиво пытается усадить за один стол переговоров украинскую и российскую стороны. При том, что как Киев, так и Москва, судя по заявлениям, пока не рассматривают такую возможность. «Мы с самого начала придавали большое значение мирному саммиту по Украине и находились в тесном контакте по этому вопросу со Швейцарией, Украиной и другими сторонами. Китай неоднократно подчеркивал, что Международная мирная конференция должна отвечать трем важным составляющим – признание всех сторон, включая Россию и Украину, равноправное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Что касается Китая, то встреча, похоже, еще не отвечает всем трем составляющим. И именно поэтому Китай не сможет принять участие во встрече». Противоречивую позицию Китая в отношении саммита мира эксперты трактуют по-разному. Часть обвиняет Пекин в подыгрывании Москве, учитывая то, сколько электроники и товаров двойного назначения поступает из Китая в подсанкционную Россию. Другие уверены, Китай и в этой ситуации пытается отстоять свой интерес и использовать войну России против Украины как укрепление собственных позиций в мире. Почему Китай не присутствует на саммите? Это не просьба Путина к Си Цзиньпиню. Это совсем другая история. Китай просто пока не видит, как он может выступить лидером в разрешении войны. Именно лидером. Он хочет быть там на равных с несколькими другими странами и предложить что-то такое, что все услышат. Поскольку ему пока нечего такого предложить, они решили как бы взять паузу и в этом не принимать участие. Игорь Рейтерович, политолог. В интервью изданию «Настоящее время». Напомню, участие в швейцарском саммите подтвердили более ста стран и международных организаций. За столом переговоров обсудят три из 12 пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского. Это энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность. А также обмен пленными в формате «Всех на всех». Лариса Зубенко для телеканала Freedom.